МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кто считает, что эта мера себя оправдала, поэтому может выйти и за рамки назначенного срока. Кроме того, многодетным семьям необходимо помогать в решении самого сложного жилищного вопроса. У семей с тремя и более детьми, а также у молодых семей, должны быть эффективнее инструменты улучшения своих жилищных условий. Нужно не просто раздавать деньги, а консолидировать. Как вариант, можно консолидировать, допустим, земельные строительные ресурсы, инфраструктуру и в рамках комплексных жилищных проектах работают. Например, семьи, которым бесплатно передать земельные участки могли бы объединиться в жилищно-строительные оперативы. Регионы в этом случае должны бы обучиться инженерной инфраструктурой. Она будет дешевле, если прийдет не в одном отдельном состоянии строения. Развитие сети перинатальных центров тоже, по мнению Владимира Путина, приоритетная задача. Красноярский край, в котором такой центр и есть, в числе тех, кто может похвастаться цифрами. Четыре года в регионе наблюдается устойчивый демографический рост. В прошлом году родилось на 3000 малышей больше, чем позапрошлом. Как отметил в своем выступлении губернатор Лев Кузнецов, такие цифры в том числе стали возможными благодаря комплексу мер по охране материнства и детства, которые проводятся в Красноярском крае. И, кстати, строительство перинатального центра здесь тоже сыграло большую роль. Напомню, он работает больше года. Там родилось за это время уже несколько тысяч малышей. Нужно акцент сделать первый на дальнейшее совершенствование и расширение системы перинатальных центров и родоспоможения, потому что это как раз трехуровневая система, по крайней мере, статистический опять же опрос в Красноярском крае, дает мотивацию женщине в следующий раз прийти и рожать. Вот она не пойдет рожать в следующий раз, если она делала в ужасных условиях, если она имела осложнения или какие-либо другие факторы. То есть это первичный фактор является теоретично важным.